Так, я остановилась, хорошо, я остановилась на моменте нагрузки, именно нагрузка. Нагрузка должна быть не тяжелая, а оптимальная. Что такое оптимальная нагрузка для оптимального развития, для получения максимального эффекта? Это, да, моего помощника забрали. Это та нагрузка, которая способствует развитию дыхательной системы, то есть это легкая аэробная нагрузка. И это та нагрузка, которая способствует развитию мышечной системы. То есть это умеренные упражнения, их называют силовыми неправильно, это упражнения с отягощением, даже еще правильнее, это упражнения на сопротивление. Это когда вы для мышц создаете какое-то сопротивление, это можно создавать и силой собственного тела. Это может быть не тяжелый вес, если вы еще не совсем готовы. По мере того, как вы подготавливаете свои мышцы, по мере того, как вы укрепляете свои мышцы, при этом используете и правильную технику, у вас мышцы будут брать нагрузку эту на себя. Нагрузки в голову, повышения именно давления в голове не будет. Но здесь очень-очень важно проверить именно сетчатку глаза. Ребята, у кого проблемы со зрением, на самом деле, в любом случае, при сильной миопии проверяйте сетчатку глаза. Сейчас делают очень простые операции коагуляции сетчатки, то есть они, грубо говоря, приштопывают эту сетчатку. И уже опасность намного-намного снижается от того, что в какой-то ситуации с ней что-то произойдет. Я даже скажу еще сверху, что происходит, когда мы разрушаем мышцы и вызываем условия, в которых мышцам нужно восстанавливаться. Вырабатывается гормон роста. Гормон роста вырабатывается для того, чтобы мышцы восстановить, иначе это сделать невозможно. Когда гормон роста вырабатывается, он не только на мышцы влияет, обновляются все ткани. Я не знаю, на самом деле, влияет это на сетчатку или нет. Я знаю, что все ткани обновляются. Я знаю, что это влияет и на качество кожи, я знаю, что это влияет на сосуды, я знаю, что это оздоравливает органы, я знаю, что это в целом является очень хорошей профилактикой болезни старости. Поэтому не исключено, что и материи клетчатки, ткани клетчатки тоже упрочняются, усиляются. Но обязательно надо проверять в любом случае. И еще один момент. Когда мы тренируемся, когда мы тренируем мышцы, когда мы тренируемся вставать с каким-то весом, тянуть какой-то вес, поднимать, когда мы тренируемся именно перекладывать на мышцы нагрузку, а не, как говорят, тужиться в голову, вы, наверное, все знакомы вот с этим, когда с непривычки пытаешься там диван приподнять или еще что-то сделать, сразу вот в голову дает. Это называется тужиться в голову. Когда нету привычки, когда нету навыка распределять именно на мышцы нагрузку, именно на те мышцы, которые вот в данный момент отвечают за эту работу. А когда вы этому учитесь, тогда в любой ситуации в жизни вы уже обезопасите себя. Вот здесь как раз-таки очень опасно не уметь поднимать тяжести. Скажем, вы регулярно не тренируетесь, хорошо, то есть вы избегаете этого момента, но в любой жизни она такая, то есть есть дети, которых нужно поднимать, там бывают ремонты, перестановки, и мало ли что, вдруг нужно поднять какую-то тяжесть. И вот не имея крепких мышц, не умея правильно поднимать тяжести, и срывают спины, и вот именно тогда и происходят проблемы с сетчаткой в частности. Поэтому я думаю, что здесь, мы говорили об этом, кстати, вот на завтраке, то здесь не с симптоматикой надо работать, значит убрать тренировки, мышцы слабые, сетчатки есть опасность, а именно вот с самой-самой сутью вопроса. Если нагрузка большая идет на голову, значит мышцы слабенькие, значит их надо постепенно укреплять. Ну и конечно это и плюс, опять же, фигуре, это дополнительный расход калорий, причем расход калорий во время тренировки, это на самом деле ерунда. Ну там мизер какой-то, ну 300-400-500 килокалорий, ну на самом деле это ерунда. Вот, хотя, ну, нет, если подумать, это одна четверть рациона, может быть не такая уж и ерунда. Вот, но на самом деле достаточно много калорий потратить во время тренировки безопасно, нетренированному человеку очень сложно. И обычно это заканчивается травмами, перетреном, сильно большой усталостью, утомляемостью. Основные калории мы тратим во время бытовой активности. И вот цель наших тренировок – это подготовить тело таким образом, чтобы мышцы были достаточно сильными, чтобы дыхательная система была достаточно развитой, чтобы система вот синтеза, те химические реакции, в результате которых синтезируется, синтезируется энергия, молекулы энергии АТФ, чтобы тело работало слаженно и эффективно для бытовой активности, чтобы мы активнее играли с детьми, чтобы мы гуляли, чтобы мы больше поднимались на лестницах, а не лифтах, чтобы у нас было действительно желание двигаться и возможность двигаться. Вот это основная задача тренировки, которая, ну скажем так, непосредственно влияет на процесс похудения, на расход калорий. Вот, я думаю, я на вопрос Динара ответила. Скажите меня, слышно или нет, во-первых. Во-вторых, я жду ваших следующих вопросов. Опять же, вебинар посвящен вопросам и ответам, и я надеюсь, что у вас есть вопросы. Почему надеюсь? Потому что, если люди в теме, если они этим постоянно думают, скажем так, болеют, что-то хотят делать, достигают, где-то ошибаются, вопросы всегда есть, или ситуации, на которые вы хотите получить комментарий. Ну вот, я бы хотела на конкретные вопросы отвечать. Ага, спасибо, Сомал. Это очень радует, что меня слышно и видно, потому что полчаса вебинара посвятили только настройкам. Ну я тогда жду еще ваши вопросы, если есть у кого-то какие-то. Пока я жду ваши вопросы, я бы хотела вам еще такой вот момент осветить. Я его начала о нем говорить в начале вебинара, но многие не слышали. Гомеостаз. Что такое гомеостаз? Так, списать лишний вес и быстрый набор на возраст, на гормональные сдвиги, насколько это так? Вот, как раз, как раз я начала про гомеостаз. Отлично. Да, это на самом деле связано, и я как раз таки по ходу и отвечу. Наше тело, как экосистема, склоняется всегда к тому, чтобы поддерживать какое-то определенное условие. Мы в этих условиях живем, вот мои 90 килограмм, вот мои 40 процентов жира, это вот мое нормальное состояние. И в этом состоянии я хочу себя поддерживать. Это то, как наша природа работает. Она не знает, что там на обложках журналов, она не знает, что нынче в моде, она не знает, у кого какие там, у какого мужчины какие предпочтения, ей пофиг. Нашей системе важно, чтобы ей было удобнее выживать, а удобнее выживать в постоянных условиях. Вот какие-то условия установились, определенный вес, определенный процент жира, все это наше, и мы это поддерживаем. Вот так работает наш организм, за это все отвечает зараза гипофиз. Он чувствует, если скажем, мы привыкли, что у нас вес 90 килограмм, определенный процент жира, если он чувствует, что мы его снижаем, он начинает заставлять нас есть, вырабатывать там гормоны аппетита, снижать нашу активность и так далее. То есть на гормональном фоне нами вот так вот манипулировать, чтобы мы поддерживали тот уровень, который нам необходим. В общем-то с этим понятно, это меняется. Почему я искренне верю, что прежде всего ожирение, ну не просто я искренне верю, на самом деле было очень много исследований, программы про это снимали, когда человек уверен, что его лишний вес связан с гормональной проблемой, когда проверяется потом его кровь, он сдает анализы, клиническую проверку проходит, на самом деле гормональный уровень, гормональный фон у него здоровый, нормальный. На самом деле большинство случаев ожирения связаны именно с поведенческими нарушениями, то есть это нарушение питания, подвижный образ жизни. Но когда мы уже доводим себя до определенного состояния, которым организм фиксируется и поддерживает этот гомеостаз, тогда начинается на самом деле действие гормонов, тогда гормоны на самом деле подключаются. И тогда нам уже надо усилием воли выводить себя из этого состояния и приводить себя в новое состояние, чтобы организм привыкал к меньшему весу, к меньшему проценту жира и поддерживал уже вот этот новый гомеостаз. Это не так просто, это на самом деле гормональный уровень, да, это на самом деле происходит. Вот, теперь что касается возраста. Конечно, соблазнительно списывать лишний вес и быстрый набор на возраст, тем более, что так оно и есть. С возрастом у нас разрушается мышечная ткань. Это естественный процесс. Именно поэтому, опять же, тренировки на сопротивление, тренировки с целью увеличить, ну это гипертрофия мышц, да, когда я говорю гипертрофия, это не значит, что много, это не значит, что волуны, я сразу уговариваюсь. Это такой, это нормальный, здоровый объем. Вот, гипертрофия мышц, это один из способов как раз-таки сократить, снизить вот эти вот возрастные условия. Конечно, лучше это делать с молодым. Но с возрастом тренировать мышцы нужно еще больше. Именно потому, что они разрушаются, это ведет к снижению метаболизма. Именно из-за этого начинаются болезни суставов, начинается износ суставов, потому что мышечная ткань меньше, жировая ткань больше, нагрузка больше именно на сустав. На самом деле надо пересматривать, то есть там есть определенные данные, по которым надо снижать калорийность. То есть, когда мы рассчитываем потребность в калориях, суточную потребность в калориях на человека, обязательно учитывается его возраст. Потому что с возрастом на самом деле потребность в калориях становится меньше. Плюс еще такой возрастной момент, как климакс. Насколько я знаю, при лечении климактических проблем у женщин используется гормон, который также способствует разрушению мышц, опять же снижению метаболизма. Поэтому самое важное, это все-таки поддерживать свое тело в тонусе. Мы опять и опять возвращаемся к тому, чтобы поддерживать свое тело в тонусе с молодости. Если молодости не поддерживали, не создали вот этот вот задел мышц, который поддерживает наш метаболизм, поддерживает здоровье суставов, поддерживает здоровье позвоночника и с годами, значит, когда вот уже жареный петух клюнул, все равно надо применять те же самые действия. То есть, да, гормональные сдвиги есть, да, их надо учитывать, да, будет сложнее, да, но не нереально. То есть, это все реально, это все возможно, это, и что самое хорошее, организму носить вот этот лишний жид на себе тоже не надо. Это лишняя нагрузка, и, скажем так, вот, когда мы приводим себя в здоровое состояние, гомеостазу становиться гораздо проще, потому что организму в нормальном состоянии на самом деле нормально и комфортно, и он быстро это, так сказать, понимает. Вот, в общем так, Татьяна, скажите, я ответила на вопрос или нет, потому что знаю, что ответ получился очень длинный. Так, Динара, мама спрашивает, можно ли заниматься шейпингом, аэробикой, степ-аэробикой, делать растяжку при радикулите? Вы знаете, опять же, ну, можно я просто скажу, что нет. В чем проблема? В чем проблема шейпинга, в чем проблема аэробики и степ-аэробики? Самая большая проблема в том, что, опять же, они не нацелены на укрепление мышечного корсета. Это, она даже называется аэробика, это аэробные упражнения. Эти упражнения нацелены на то, чтобы развивать дыхательную систему, чтобы развивать выносливость. Это тоже хорошо, но это только одна малая часть. При радикулите на самом деле помогает, когда мышцы вокруг спины сильные. Когда правильная осанка держится, для того, чтобы правильная осанка держалась, для того, чтобы поддерживать позвоночник в его естественном здоровом состоянии, обязательно надо иметь достаточно сильные мышцы мышечного корсета. Это, получается, брюшные мышцы, мышцы спины. Да, ну и при этом и трапеции, широчайшие мышцы спины должны быть, и для равновесия, опять же, и грудные мышцы. То есть, в общем-то, все мышцы должны быть сильными. Это одна из самых важных профилактик всех заболеваний спины. Это сильный мышечный корсет. Опять же, перевожу на себя. Я родилась вот такая вот с миопией в высокой степени, с колеозом. У меня это все есть. Но при этом все силовые упражнения не только помогают. Проблема еще с аэробикой, степоаэробикой в том, что это то, что называется high impact, то есть ударные упражнения. Когда очень много идет таких резких ударов ногами, то есть прыжки, шаги, особенно шаги на подъем, то есть на позвоночник, это вот если вы представите, вот позвоночный столб, да, куда, вот, да, и когда мы ударяем, он постоянно так. Если при этом уже есть заболевания позвоночника, то есть, ну, конечно, это не хорошо. Что нужно маме при радикулите и нужном весе, это опять же, первое, это питание, и второе, это постепенное, плавное укрепление мышц, прежде всего мышечного корсета. Это отлично делает пилатес. Ну, и умеренные силовые тренировки, опять же, умеренные. Безопасные, размеренные, с правильной техникой. И прежде всего, для того, чтобы пояснице было комфортно. Так, живота, еда, только еда. Здесь самое первое, это еда, а упражнения, как я сказала, у упражнений уже другая цель. Они, конечно, помогают, они оздоравливают, и это очень, очень большая ценность в правильной программе упражнений, но самое первое, это все-таки еда. Здесь надо не снижать просто, да, вот есть мало, нет, надо есть не мало, надо есть достаточно обязательно, потому что мало есть, это очень быстро вызовет ответную реакцию организма. Обязательно будет блок, обязательно будет саботаж, обязательно диета прекратится, и обязательно лишний вес вернется, потому что это диета, диета необычно имеет разрушающий эффект, если организм недополучает. Быстрое похудение, так, сейчас, многие женщины хотят быстро, а, ну вот сама тоже, да, об этом пишет. Быстрое похудение, это очень опасно на самом деле, быстрое похудение недопустимо. Быстрое похудение происходит за счет очень сильного сокращения рациона. Сильное сокращение рациона, в первую очередь, приводит к разрушению мышц. Когда женщины худеют, женщины, мужчины, неважно, когда люди худеют быстро именно за счет диеты или за счет каких-то препаратов, 100% очень сильно разрушается мышечная ткань. Да, а уже понятно, что разрушение мышечной ткани – это неподвижность, за счет чего двигаться мышцы слабые, это нагрузка на суставы, потому что мышцы не держат, держат уже только суставы, лишняя нагрузка получается, это снижение метаболизма. Вот, то есть, опять же, больные суставы – это еще больше неподвижности и снижение метаболизма, в общем-то, это тоже и меньше подвижности, и больше калорий просто уходит в жир. Вот, поэтому норма худеть, нормальное похудение в неделю – это 1 кг, то есть порядка 4 кг в месяц. При этом по килограммам очень вообще сложно что-то считать. Я всегда считаю именно по проценту жира. Если сильное ожирение, тогда да, конечно, там килограммы сходят заметно. Вот, но если это, скажем, ожирение, ну, я не знаю, там, первой степени, когда это, ну, 30-35% жира, да, что большинство бывает, тогда лучше смотреть именно по жировой массе. Потому что, когда вы тренируетесь, когда вы правильно питаетесь и укрепляете мышцы, на самом деле мышечная ткань, она уплотняется, она не дает объема, но она уплотняется, она дает силу, которую вы чувствуете. Если вы, потренировавшись, чувствуете, что вы стали сильнее, у вас наверняка там есть килограммы за счет мышц. Поэтому говорить в килограммах очень сложно. Но в целом допустимо потери порядка 4 килограммов в неделю. При этом, в неделю, в месяц. При этом, возможно, еще набор, ну, я не знаю, килограмма за счет мышц. Поэтому килограмма 3, 3-4 килограмма. Вот так. Быстренько убрать, а потом жить правильно. Не получится, понимаете? Физиологически не получится. Если вы быстренько уберете, то вам уже придется жить, ну, по-любому неправильно, потому что состояние организма будет неправильное. Быстренько уберете, разрушатся мышцы. Так, тоже вопрос про маму. Хорошо. Начала заниматься в тренажерном зале с тренером уже больше месяца, но все так же не знает, что ей делать самостоятельно. Так. У меня вот это... Это у меня скорее есть в курсе. У меня есть курс «Золотые основы фитнеса». Он очень недорогой. Он стоит всего там 50 долларов. Вот. И в этом курсе есть прям пошагово уроки того, как строить именно самостоятельные тренировки, самостоятельный рацион. То есть, тут только поддержка во время курса нужна, которую я тоже оказываю. Это в формате, в рамках курса. Вот. А вся остальная работа, то есть, полностью человек получает информацию о том, как планировать свою тренировку, какие упражнения делать, как их делать, то есть, технику. Но самое главное, я рассказываю, зачем вообще все это делать. Когда знаешь зачем, тогда понимаешь и что делать, да? Вот. Если вы в октябре, то я обучаю. Я обучаю прям на тренировках. Этот курс «Золотые основы фитнеса» я обучаю виртуально, удаленно. То есть, тоже там все это обучение есть. И на самом деле, я искренне верю, что каждый... Почему я сделала это? Почему я не стала вообще дешевле? Точнее, для меня выгоднее и проще было бы просто каждому там прописывать тренировки и все. Вот. Но это на самом деле не... Это неэффективно, потому что эффект, постоянный эффект имеет только именно образ жизни. Вот. Если образа жизни нет, такого активного, если нет регулярных тренировок, независимо от зала, тренера и так далее, тогда эффект будет только временный. Но хотелось бы все-таки его постоянно. Вот. Поэтому я считаю, что намного важнее дать уточку и научить рыбачить. Да, чем постоянно говорить, что и как делать. Вот. Поэтому есть курс, да. Конечно, за один вебинар этого не покроешь. Я могу сделать вебинар по отборе упражнений тоже. Но есть курс, где пошагово этому всему можно научиться. Так. Измерить жир в домашних условиях очень просто. На каком-нибудь ebay, так, Татьяна из Украины, я не знаю, может быть, у вас продается, в Казахстане не продается, в России тоже было найти... Не знаю, находили, нет. Вот. Есть такая вещь, называется калипер. Вот. Этот калипер используется для замера жира. Ну, покупайте на ebay. Вот. Если есть где-то в Украине, то покупайте. Если нет, то на ebay. И, опять же, у меня в бесплатном уроке курса «Золотые основы фитнеса» есть и видео по тому, как замерять, и таблицы, в которые все эти замеры вносить и рассчитывать. В общем-то, и все. Это достаточно точный замер. Этот калипер стоит 1 доллар, по-моему, когда я его покупала. Вот. Первый урок ничего не стоит, он бесплатный. Вот и все. Ну, и да, в книге, кстати, тоже об этом много написано. В книге очень много написано о том, что делать. Там не так подробно, там не пошагово, там не системно, как в тренинге. Все-таки тренинг подразумевает систему, конкретный результат, пошаговые действия. Поэтому в этом плане тренинг лучше. Вот. Насчет, да, всякие кофе, жесткие диеты. На самом деле, последствия очень плачевные и для психики, и для фигуры. Самое главное, человек обязательно, то есть обязательно организм здесь выпишет стоп-карту. Обязательно. Вот. И что думает о себе человек, когда он стоп-карту получает? Да. Он же не думает, что я выжил, спасибо, мое тело. Хотя на самом деле, вот это то, что произошло. Тело позаботилось о том, чтобы мы выжили. Вот. Мы так не думаем, нет. Мы думаем о том, что я неудачник, у меня не получилось, мне надо еще там какие-то чаи, волшебные тренажеры, еще что-то покупать, картинки на холодильнике вести или еще что-то. Вот. Или вообще просто человек ставит на себе крест, забивает на все, может быть, возвращается опять к тем же самым методам, да, жестким. Вот. То есть, вот это вот складывается, вот этот очень опасный, очень неприятный комплекс неудачника, когда человеку стыдно, когда он даже слышать не хочет ничего на эту тему. И я это видел, я это понимаю вообще на себе на самом деле. Я это вижу очень часто, это очень печально. Почему у нас из 28 подписавшихся пришло 6? Потому что большинство уже ничего слышать не хочет про похудение. Потому что это такой вот, это такой сложной ценой давались эти попытки, которые увенчались, как правило, не успехом. Потому что они не могут увенчаться успехом, потому что они против природы. Наша природа в книге Алина Кара была написана такая замечательная замечательная мысль. Не то, что я там рекомендую эту книгу, ну ничего, это книжка почитать, да, в крайности впадает на самом деле, мужик. Вот. Но есть и очень мудрые вещи. Вот одна из мудрых вещей, которую он сказал, это вот когда вы сможете из маленького камешка создать такой вот маленький-маленький камешек, да, с чем-то там внутри, из которого через год вырастет деревце, а через 20 лет огромная экосистема, да, то есть, он, в общем-то, говорит про желтый дуб. Вот тогда спорьте с природой. Пока мы ничего не смогли сделать лучше, совершеннее, чем это сделала природа. Поэтому нам вообще невыгодно с природой спорить, это глупо. Нам надо с ней сотрудничать, нам надо иметь природу в партнерах своих и делать все то, что требует наша природа, природа нашего организма. Тогда мы победим. А если мы будем воевать с природой, мы обречены на поражение просто вот самого начала. А диеты это самый первый, это вообще вот такой вот плевок в сторону природы, за который она обязательно отомстит. Потому что нас природа создала в первую очередь способными переживать и выживать в случае голода. К нашему голоду природа очень хорошо подготовилась. И у нее она прям во всеоружии. Это знаете, это как с рогаткой идти на войну со страной, у которой есть ядерное оружие. Поэтому, конечно же, это обязательно обернется таким-таким-то внутренним горем и комплексами и так далее. насчет бега. Бегать по асфальту разрушаются суставы, суставы тренируем таким образом. Не, на самом деле, Саша, вот здесь такое суставы невозможно тренировать. Нагрузкой суставы тренировать невозможно. Суставы не тренируются. Суставы вот они какие есть, такие не есть. Сердце тоже нельзя тренировать. Оно на 100% работает. Бег. Рассматривайте бег как следующий уровень. То есть, вот если у вас мышцы готовы, если мышцы сильные, ну, по асфальту, ну, я не знаю, лучше, конечно, бегать по мягкой поверхности, лучше бегать, вот скажем, если это у вас стадион, да, асфальт, то лучше бегать внутри по траве, либо если там есть лужайки, то есть, лучше всего это бегать по траве, ну, или соответствующую обувь амортизирующую подбирать. Вот. Но вопрос, зачем? То есть, если нравится, это одно дело, да, тогда надо искать безопасные способы. Эффективности от бега особо нету. Есть намного более безопасные, эффективные средства держать себя в форме, чем бег на самом деле. Нагрузка на суставы на самом деле есть. Суставы разрушаются, и тут все зависит от того, насколько сильны ваши мышцы, чтобы эту нагрузку на себя брать. Нагрузка во время бега большая. Да. Если мышцы достаточно сильные, чтобы ее выдерживать, если уже тренированные, то, возможно, суставам ничего и не будет. Если нет, тогда на самом деле будет лишняя нагрузка на суставы, суставы могут разрушаться. Вот. Насчет тренировки суставов, нет. Таким образом, суставы не тренируются, суставы от нагрузки только разрушаются. Там нет механизма. Вот. У мышцы есть механизм восстановления. Если мы мышцу разрушаем, она восстанавливается. У дыхательной системы тоже есть механизм увеличения объемов, увеличения полезного действия. Да, мы больше нагрузки даем на дыхательную систему, она вот приспосабливается, она таким образом восстанавливается. А суставы, нет. Суставы оздоравливаются только посредством, опять же, силовых тренировок, благодаря тому, что, а, мы снижаем с них нагрузку, потому что нагрузку берут на себя крепчающие мышцы, б, за счет того, что вырабатывается гормон роста, да, обновляются ткани, и третье, это, ну, мы разминаем суставы, там, сеновиальная жидкость вырабатывается, вот, то есть, вот именно подвижность, за счет того, что мы двигаемся, двигаем суставы, это им на пользу. А вот такая нагрузка, как сказать, импэкт, да, ударная нагрузка на суставы, она всегда разрушает, она их не тренирует. Так, я ответила, Саш? Полезен ли бег? На самом деле, похудение, к сожалению, ассоциируется с утренней пробежкой, бегом вообще, и это очень ложная ассоциация, потому что те люди, которые много бегают, которых вы видите, там, стройных, подтянутых, бегающих, как правило, вы видите их на картинках, вот, эти люди тренируются, изначально у них крепкие мышцы, да, то есть, они или каким-то спортом занимались, или у них мышцы крепкие, поэтому они бегают, а не мышцы крепнут от того, что они бегают, вот, что такое бег? Во-первых, натощак, да, с утра это значит натощак, натощак вообще тренироваться нельзя, цель нашей тренировки это достаточно нагрузить организм, чтобы он достаточно приспосаблялся, приспосабливался, если у нас нету для этого энергии, то тренировка не будет эффективной, похудеть от этого сильнее тоже не получится, потому что, ну не так все просто, да, это не так, что нету питания, значит будем жиропитание использовать, нет, там проходит определенный процесс, называется цикл Крэпса, для него нужны, нужна глюкоза, чтобы он происходил, поэтому на фоне истощенного организма ничего все равно происходить не будет, вот, при этом важно очень учитывать, как вы себя потом чувствуете, да, если вы за утреннюю пробежку, например, потратили там, ну 300 ккал на нее, вот, эта пробежка вас вымотала настолько, что вам в течение дня потом вообще ничего не хочется делать, а основные свои 2000 ккал вы тратите за вот эту неорганизованную бытовую деятельность, когда вы лишний раз встали, что-то принесли, когда вы лишний раз дошли пешком, там, ни автобус, ни машину не взяли, когда вы лишний раз поднялись по лестнице, когда вы там поиграли с ребенком или еще что-то сделали, вот все это вкупе на самом деле тратит намного больше килокалорий, и вот это уже принципиально важно для снижения веса, то есть если мы утомили себя бегом, это утомление, как правило, происходит за счет утомления ЦНС центральной нервной системы, за счет именно утомления суставов, даже если боли в суставах нету, организм чувствует, что идет лишняя нагрузка на них и подает вот эти вот стоп-сигналы в мозг и нагружается центральная нервная система, то есть если в целом такое вот утомление есть, ничего не делать потом не хочется, то вообще цель бега непонятна, потратила 300 калорий, не потратила 2000 килокалорий, смысл? А здоровительного эффекта в беге не так уж и много, то есть здесь больше нагрузка на сердце, аэробная нагрузка может считаться для тех, кто уже достаточно опять же тренирован, для большинства людей сердцебиение слишком высокое, чтобы дыхательная система хорошо развивалась, это уже не аэробная нагрузка, чтобы хорошо развивалась дыхательная система, чтобы был оздоровительный эффект, аэробная нагрузка должна быть ниже, чем это обычно позволяет бег, вот, то есть даже быстрая ходьба уже будет намного лучше, да, вот Константин тоже пишет, лучше быстрая ходьба в плане аэробной нагрузки на самом деле лучше быстрая ходьба, опять же, для начинающих, все очень субъективно, если вы бежите, вам в кайф, у вас крепкие мышцы, если вы годик покачали свои мышцы, они у вас крепкие, если вы до этого тренировались еще как-то, да, в тренажерном резали, или что-то делали, что у вас дыхательная система хорошо реагирует на бег, но ради бога, это хобби, бег, танцы, йога, там, что еще, кроссфит и так далее, это все можно считать формами активного отдыха, да, хобби, нравится, великолепно, оздоровительный эффект, да, есть, да, это как у любого активного хобби, это активная деятельность, но если она не в кайф, если она не безопасна, тогда толку в ней нету, да, вот так вот рассматривая, а именно для здоровья, именно для восстановления тела, очень важно осознанность движений, очень важно развитие мышечной системы, очень важно умеренная аэробная нагрузка, вот это вот самые основные, техника безопасности позвоночника, безопасность суставов, это самые основные задачи тренировки. Да, и для поддержания мышц в тонусе, ну и в общем-то и для создания тонуса мышц, для, опять же, гипертрофии мышц. Так, умеренно, люди умеренно полные, менталитет, привычка, если человек старше среднего возраста, обязательно должен быть с лишним весом. Ну, есть, да, но вопрос менталитета, здесь уже, конечно, другой вопрос, как и эстетики тела, да, то есть мы не говорим о том, что такое красивая фигура, да, что такое идеальная фигура, какая наша цель. Мода была раньше на анорексичек, да, теперь у нас мода на таких, на коней, извините, вот, это все вопросы моды, это даже не вопросы личной эстетики, да, то, что это модно нынче, это не значит, что это кому-то нравится. Опять же, если кому-то нравятся волны и девушки, ну, это опять же, это личная эстетика, есть объективные параметры здоровья, вот это вот самое важное. Вот, я, ну, я не понимаю, например, следить моде вопреки здоровью, следить менталитету вопреки здоровью. Почему это связано? Конечно, прямое объяснение есть, почему человек старше среднего возраста, полный, потому что, на самом деле, метаболизм снижается, это естественный, это естественный процесс, это естественный процесс, природа не допускала того, что люди после 40 лет будут иметь доступ к большому количеству простой, легко усвояемой пищи. Природа нас вообще как-то особо не ожидала, что мы будем жить там больше 50 лет, не задавала этого природа, нас создала, чтобы там лет до 30 мы выживали, плодились, размножались, и так далее. А потом начинается саморазрушение, поэтому в наших руках останавливать и предотвращать это саморазрушение как раз-таки тем, чтобы обновлять свои ткани, поддерживать себя в тонусе, следить за тем, что мы едим и сколько мы этого едим. А так получается, нас зарядила природа на саморазрушение, мы покорненько так саморазрушаемся. Еще вопросы есть? Вопросы, комментарии? Сейчас быстрая ходьба на дорожке, при скорости 6,5 км, тратится 500 ккал, сникерс, те же 500 ккал. Видите? На самом деле, да. Но тут можно, правда, немножко прокомментировать, если мы же не все считаем в калориях. То есть, то, что мы съели сникерс, мы не просто 500 ккал с ними получили, мы еще получили очень большую дозу инсулина. А инсулин способствует разрушению мышц и синтезу жира. В то же самое время, вот этот час на дорожке, он нам дает не только трату 500 ккал, но это, в общем-то, это у вас, Константин, 500 ккал тратится, потому что вы мужчина, у вас вес больше. У меня, например, там будет 300, может быть, еще меньше. Это же от веса зависит, сколько мы калорий тратим в час. Но если мы час фигачим на дорожке, и если мы это делаем правильно, если мы это опять же делаем, не перебарывая себя, если мы готовы к этому, то мы развиваем дыхательную систему, то мы получаем, в общем-то, много положительного эффекта. Обогащаемся кислородом, развиваем дыхательную систему, разгружаем нервную систему. Это все гораздо важнее, чем потратить те же 500 ккал, поэтому я не скажу, что походил, потом съел сникерс, и оно уравнялось. Нет, все равно мы свою выгоду получили. Но вот именно в плане веса, в плане снижения веса, да, это шаг назад. Спасибо большое, Татьяна. Очень приятно слышать, очень приятно видеть вас на семинаре, очень приятно знать, что помогаю. Так, ну пишите, еще какие-то вопросы есть? Если нет, то мы будем закругляться, мы и так уже немножко перешли за порог выделенного времени. Так, давайте я вам дам ссылочки. У меня недавно вышла книжка. В общем-то, книжка вся в таком же духе, с такими же мыслями, только более широкими, с какими-то конкретными наставлениями, с конкретными советами. При этом она так достаточно легко читается, потому что я ее писала, в общем-то, в легком настроении, с юмором, и постаралась сделать ее не как, сочетать приятное с полезным. Она стоит там всего 10 долларов, поэтому я думаю, что многим будет интересно. И вот Динара спрашивала насчет системной программы, того, как именно самой обучиться. На самом деле, очень хороший вопрос, это очень важно. Я вам сейчас дам еще ссылку на вот эту программу, по которой можно самостоятельно обучаться. Тоже, в общем-то, все это стоит... Меня зовут Ольга Райхал. Да, да, вот у меня она уже открылась. Так. Да, вот сама вот эту книжку уже читала. Спасибо большое, Динара. Вот, кстати, ссылка на тот курс, о котором я говорила, опять же, он там стоит очень недорого, то есть эти 50 долларов, это один абонемент в спортзал, на один месяц, непонятно, каким результатом. А, в общем-то, эта программа вам даст возможность впоследствии решить для себя вообще, вам нужен этот спортзал или нет, потому что все можно делать дома. Все можно делать дома, с минимумом инвентаря и получать максимальный эффект, при этом совершенно давая себе отчет, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, какой мне этот эффект дает. И понимаю, что это действительно дает мне эффект, что это действительно помогает мне, а не как-то насилует меня сейчас, чтобы потом бросить все потом, и сомневаться в себе или еще что-то. Вот, то есть это, в общем-то, результат такой 15-летней работы, обучения собственного опыта. Я надеюсь, он кому-то пригодится. Ну, спасибо большое вам за вебинар. Эти вебинары можно повторять. Я, в общем-то, люблю их проводить, я люблю отвечать на вопросы. Хотелось бы, опять же, в рамках вот так вот вопросов-ответов, живого общения. Не хочется повторять людям то, что они уже знают. Хочется давать актуальную информацию. Спасибо вам большое. Спасибо вам за отзывы. Спасибо вам за вопросы. И, ну, до встречи. На связи в группе. Всем пока.